У нас в этом году первое заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Состав нашей комиссии был обновлен, поэтому я представлюсь еще и сам, и остальных представлюсь. Значит, председатель комиссии Варпокорного Слуга, Смирнов, Елена Павловича, для всех главы администрации, заместитель председателя комиссии Гаренко Сергей Анатольевич, председатель комитета по безопасности администрации Новгородского муниципального района и члены комиссии. В этом году первое заседание посвятили вопросам аварийности на территории Кингисевского района, росте детского дорожно-транспортного травматизма. Первые два вопроса, предоставляющие слово Кулагину Викторию Павловичу. Дальше, где-то на подходе Антона Петтетровича, содержание в зимних периодах уличной дорожной сети и также о планах по ремонту городских районных дорог. Также у нас третий судоплащик, это письма Николая Анатольевна о содержании в зимних периодах региональных, протоколих дорог и о планах, соответственно, по ремонту региональных дорог на территории Кингисевского района. Зваживая социально-электроническая и гемографическая задача Российской Федерации, поэтому аварийность с автомобильным транспортным, наносит огромное материальное, моральный ущерб общества в целом, так и отдельным грамм. Поэтому географический ущерб только за 4-11 год составил 171 407 человек. Территория Кенгитетского района не стала исключением. Поэтому за 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 1330 ДТП. Это минус 92, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 220 ДТП плюс 20 вошли в господотчеты. Из этих 220 ДТП ранено 304 человека. Это плюс 24 вошлому году. В том числе детей 35, плюс 8 вошлому году. Погибло 22 человека. Детей, слава богу, погибших нет в 2014 году. Большое количество ДТП произошло в этом столкновении. 88 ДТП. В данном ДТП погибло 9 человек, а 48 получили ранения. Из них 40 детей. Вторым преобладающим видом является наезд на пешеходы. Это 40 ДТП. Погибших трое человек, ранен 39. Из количества 39 раненых 10 детей получили ранения. Основная часть ДТП происходит по вине, конечно же, водителей. Вина пешеходов усматривается в трех случаях. Это переход в проезжей части вне пешеходного перехода. Один случай – неподчинение сигналам регулирования. Еще один случай – неожиданный выход из-за транспортного средства. Еще такой же аналогичный случай, когда выход из-за стоящего предмета, выход из-за сооружений, деревьев, нахождения на проезжей части без цели ее перехода. По инициативе ГИБДД были выполнены мероприятия, направленные к снижению педатов ДТП, вызванные с наездами на пешеходов. Большая работа была проведена. В этом спектре проведена замена инициативы ГИБДД дорожных знаков на новый, 519.1 и 519.2 пешеходный переход. Аналогичные даже знаки с лоруссетной окантовкой желто-зеленого цвета. На шести нерегулируемых пешеходных переходах. По следующим адресам Воровского, 19, это город Кингисеп, Криковское шоссе, Большой бульвар, Большой бульвар 17, улица Ковалевского с пересечением Криковского шоссе и проезд без названия, пересечение Криковского шоссе до улицы Восточных. Проезд без названия, это 6-ая школа, естественно, имеет приближение. И улица Большая Советская, и улица Химиков с пересечением. На основании статистических данных выявлено 28 очагов аварийности. Из них 11 мест констрации ДТП, это город Кингисеп, и 17 мест констрации ДТП, это на территории Кингисепского района. Конкретно в городе Кингисепе образовался один из очагов по следующим адресам. На сегодняшний день мы имеем улица Большая Советская, 37, 2, это пешеходный переход, на котором произошло два наезда на пешеходов. Улица Большая Советская, дом 23, это пешеходный переход за торговым комплексом. Но там также произошли два наезда на пешеходов и четыре столкновения. Пересечения улицы Воровская с улицы Октябрьская, там получается четыре ДТП, все столкновения транспортных средств. Также улица Жукова, дом 20, там не обошлось без столкновений, без наездов настоящих, наезд на препятствия. Криковское шоссе, дом 20, четыре столкновения на выезде из города. Карломарция, дом 60, этот адрес указан, привязан к дому 60, а это, в принципе, пересечение Карломарция и Криковского шоссе, круговое движение. Там произошло восемь ДТП, восемь столкновений. В качестве положительного примера хочется отметить устранение очага аварийности. По предложению Госавтоинспекции, инженерной медной можно проанализировать, как положительный пример отметить. Это подвезной путь к городу Кингисеппу, 6-й километр, где были нанесены шумовые полосы, которые до их нанесения произошло два ДТП, в которых пострадали люди. То есть это являлся очагом аварийности. После нанесения шумового полосы не произошло ни одного ДТП с пострадавшим у района. Отделом ГИБДД проделана большая работа, направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения. За 12 месяцев 2014 года конкретно службой дорожной инспекции внесено 26 представлений об устранении нарушений законодательства действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Собственникам уличной дорожной инспекции было направлено 4 представления о необходимости обустройства техническими средствами. По результатам которых, я уже озвучил, повторяется Нарва, была привезена в Кингисеппе. Также в Кингисеппе был применен новый метод. Это нанесена дорожная разметка бело-желтого цвета у пяти образовательных учреждений. Второй вопрос о росте детско-дорожного транспорта по травматизмам. В Кингисеппе занимаем второе место после ломоноса по росту ДТП в данном направлении, связанном с детьми. Поэтому за 12 месяцев 2014 года территория Кингисеппе района с учетом фракции Нарва зарегистрировано 34 ДТП плюс 14 к прошлому году. Дорожный транспорт по происшествию с участием детей до 18 лет, в которых погибших, слава богу, нету, но ранено 35 плюс 8 несовершеннолетних участников дорожного движения. Из общего количества ДТП на федеральной автодороге, в которых уже 4-й отдельная рота, произошло 9 плюс 7 ДТП к прошлому году, в которых пострадало 9 плюс 5 несовершеннолетних. Отделенным взводом ОГИБДД Комбады России по Кингисеппе району в отчетном периоде выявлено 467 нарушений, плюс почти 90 нарушений прав и русских детей. Это вот в прошлом году такая цифра. Распределились в ДТП с детьми по магистральным следующим образом. Город Кингисеппе 7, в прошлом году было 12, в 13-м было 12, минус 5. В гостице Косково не произошло. В ГСЛК 2 ДТП, в 13-м году на автодороге Нарва 9, в прошлом заброшенном уже 13-м году 2, плюс 7. И что в настоящее время новыми требованиями национальностандарств уступивших в действие с 2014 года, с 28 февраля, несоответствующие участки дорожной сети, расположенные в соответствии с общее образовательное учреждение по следующим критериям. Отсутствие довольной разметки 1.14.1 на пешеходных переходах в ДТП образовательных организаций. Отсутствие предупреждающих, частично отсутствие предупреждающих знаки о пешеходных переходах у всех образовательных учреждений, отсутствие искусственных неровностей на подходы к нерегулируемому пешеходному переходу. Следует отметить, что устранение доставков идет крайне медленными темпами. Несмотря на принимание высокотонистической мерой, в 2014 году на территории Кингисеппского района выполнено, к сожалению, крайне мало инженерно-технических мероприятий на право на повышение безопасности детей пешеходов. Проведение работы с таксомоторными предприятиями об обязательном использовании на безвозмездной основе детских поддерживающих устройств при перевозке детей в возрасте до 12 лет. Всключить факты перевозки детей в такси без детских поддерживающих устройств. Разработка системы условий по формированию в обществе нетерпимости к нарушениям подруга, особенно в любящем за собой совершении ДТП с участием в Саршинолейке. Сработает механизм воздействия на члены трудовых коллективов, допустивших ДТП с участием в Саршинолейке. Здесь речь идет о большей степени социальной рекламы. Мы также успешно пытаемся продвинуть на улице города Лунисей. На улице Лунисерского района. Как положительный пример, нужно отметить региональный сейф, на котором в настоящее время все пешеходные переходы оборудованы новыми знаками и нанесена термопластикой, которая позволяет выводить вещи, вычитаемые администрацией. Но в Министерском районе госавтоинспекции были направлены предложения заключения в адресную программу. Так, при осуществлении уплотнительной застройки нарушается множество различных строительных технических норм, в частности, нарушается безопасный и бесперебойный процесс дорожного движения. Также не уделяется внимания оптимизации движения автотранспорта внутри кварталов и организации движения при выезде из самих кварталов и при домовых территориях на внутригородские автомагистрали, что создает заторвые и аварийные ситуации. Для выхода из сложившейся ситуации, читаем, обязательно заслушать у нас заседание очередной комиссии по безопасности движения в втором квартале председателя коммунитета по архитектуре как должностное лицо, ответственность за год в эксплуатацию объекта строительства. Да, Ирина Анатольевна предоставлю слово по региональным дорогам. И у вас тоже второй о планах по ремонту. Можно Вадим? В регионах были проведены плановые проверки комиссионные готовности подрядной организации к работе в зимний сезон. Ну, там было у нас несколько замечаний, но в целом подрядчик был признан готовым к работе в зимний период 2014-2015 года. На расчистку дорог от снега и борьбу с гололедом были подготовлены около 37 единиц спецтехники. Было заготовлено порядка 18 тысяч кубометров соляной смеси и 360 тонн соли с антислеживателем. В следующее время у нас контракт близится уже к завершению. И, значит, назимнее содержание у нас выделено в рамках контракта порядка 31 миллиона рублей. При общей стоимости контракта именно по Кингисепскому району 104 миллиона рублей. Региональных дорог выполняется порядка 30% от необходимого объема работ по содержанию. У нас нормативы, наверное, есть, да? У нас есть нормативы, и порядка в этом году будет выделена. Какие населенные пункты примерно? Это Сладовская дорога от границ со Сладовским районом до Кингисепа. В 2014 году у нас было выполнено около 4 километров, и в 2015-м будет уже сделано все остальное. Спасибо средствам массовой информации. Мы, наверное, уже без вас продолжим обсуждение. Продолжение следует...